В детской школе искусств номер два проходят крупные культурные городские мероприятия. Сюда стекаются гости из Нижегородской области и всей России. В этом году Дыши номер два исполняется 30 лет. За это время актовый зал учреждения потерял эстетический и современный вид. Средительные кресла в помещении уже видали виды. На них есть трещины, потертости и выцветшие участки. Кроме того, старая мебель съедает звуки и ухудшает акустические возможности зала. Эти кресла уже стоят здесь около 30 лет. И поскольку их дизайн, наполнение уже, можно сказать, устарело, они съедают огромную часть акустики нашего зала. Здесь выступают не только хореографы, актеры, но и наши юные музыканты. А это очень важно, чтобы во время их исполнения звук доносился до каждого зрителя, слушателя. Обновление требует и сцена. Деревянное покрытие на ней растрескалось, в результате чего дети во время занятий и репетиций получают занозы. На сцене много заплаток, так как порой старые доски не выдерживают большого веса инструментов. Во время концерта неоднократно у нас ломались вот эти вот дощечки, и несколько раз вот колесо от рояля просто проваливалось в сцену. Поэтому поменять это покрытие очень важно. А кресло? Ну, кресло – это внешний вид зала, это комфорт зрителей, это вообще общее такое эстетическое состояние мероприятий, которые мы проводим. Деревянные доски хотят заменить на специальный сценический линолеум, соответствующий техническим и визуальным требованиям. Ремонт актового зала детской школы искусств номер два вошел в перечень проектов программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Педагоги и руководители школы собрали необходимое количество подписей, лайков и репостов. Теперь настал самый важный этап – голосование. Мы хотим, чтобы в нашей школе жизнь стала красивее и комфортнее. Просим вас поддержать наш проект, и мы надеемся, что наш актовый зал станет местом притяжения современной саровской молодежи. Чтобы проголосовать за инициативу саровчан, переходите на сайт голосза.ру и выбирайте губернаторский проект «Вам решать». Авторизоваться можно по номеру телефона или с помощью учетной записи на госуслугах. Выбирайте город Саров и проект. Нажимайте «Голосовать». Важно помнить, что голос можно отдать только за один проект. Голосование продлится до 20 декабря. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.